Здравствуйте! Это второй выпуск видеоблога Модульный синтезатор своими руками. В нем я хочу показать вам процесс изготовления печатной платы в домашних условиях. Итак, размеры нашей первой печатной платы 100х75 мм Отметили точки Вырезать плату необходимого размера можно множеством способов, но всегда убирайте заусенцы, если такие появятся на краях. Это будет печатная плата модуля ВЦО Вольт Контрол Силейта или по-нашему ГУН Генератор, управляемый напряжением Медный слой на текстолите должен быть отполирован до зеркального блеска Если по каким-то причинам ваш текстолит не такой, не настолько качественный или как-то хранился в каких-то условиях нехороших то берем мелкую наждачку и полируем до зеркального блеска Дальше, плату необходимо обезжирить Я обычно мою ее губкой с хозяйственным мылом Этого хватает Можно еще протереть спиртом Все, обезжирили Перейдем к рисунку печатной платы генератора Этот генератор будет производить для нас все необходимые базовые формы волны Он будет являться основным источником звукового сигнала в нашем модульном синтезаторе Нужно распечатать его один к одному Вот он, один из простых способов Открываем с помощью программы Paint Выбираем Предварительный просмотр Параметры страницы Установить 100% Окей Теперь печать Выбираем наш лазерный принтер Настройка Здесь важно, чтобы рисунок получился четким Поэтому качество ставим выше Экономию тонера отключаем Четкие края Плотность Темный Все по максимуму Окей Печать Нам нужно перевести изображение дорожек печатной платы С бумаги На медный слой пластины Мы сделаем это методом LUT LUT Лазерно-утюжная технология Лазерный принтер И обычный утюг Вот я его уже прогрел Прикладываем Лиск бумаги К пластине Ровно Теперь слегка прижимаем Утюг я выставил на тройку Теперь можно усилить режим Через бумагу, естественно Проглаживаем Если будет слишком высокая температура Дорожки могут склеиться Потечь Как бы Не пугайтесь, если испортили плату Берете наждачку Все счищаете Моете Обезжириваете И заново Края не забудьте прогладить Как видим, что температура и давление Подобраны таким образом Что лист бумаги потемнел В местах соприкосновения с утюгом Теперь берем нашу Будущую печатную плату Заливаем воду Идем пить чай Теперь берем Снимаем слой бумаги Вот струйкой воды Так вот Сошкабливаем с угла Тонер прекрасно перешел В медный слой пластины Хорошо отпечатался Вот Осматриваем наши дорожки Внимательно И видим, что одна дорожка Все-таки получилась С разрывом Посмотрев под разными углами На плату Я выяснил причины Для примера Прошелся пару раз Наждачкой по периметру Показав, что нужно Убрать неровности Вот И получилось неравномерно Как бы раз уж Наждачкой проходишь То нужно действительно До зеркального блеска Вот И как раз вот в этом месте Что сделаем Возьмем маркер Можно для Подписи Компакт дисков Или обычный Какой-нибудь тонкий Есть специальные маркеры Для Рисования дорожек На печатных платах И Потолще Тут Проведем Нарисуем дорожку Более надежный способ Окунуть Зубочистку Сапан лак И дорисовать дорожку У меня уже в данном случае Маркером прорисовано Где-нибудь В нейтральном месте Нарисую Свою дорожку Небольшая подготовка Перед травлением Печатной платы Плата должна Находиться На поверхности Раствора Медным слоем Вниз Вот этими дорожками Вниз Для удобства Возьмем кусочек Менопласта И приклеим Его скотчем Таким образом Чтобы вверху Получилась Небольшая петелька Или даже так Большой кусок И взял Можно за него И брать Все Теперь Приготовим раствор Работаем В маске И В защитных очках Примите это За правило Еще неплохо Включить вытяжку Новичкам Я все же Посоветую Травить Раствором Хлорного железа Во-первых Это классика Во-вторых По нему Очень много Видосов Как это делать Доступно Везде Это хлорное железо Но мне нравится Травить Раствором Персульфата Аммония Этот раствор Чище Все получается Красивее Мне удобнее Так делать Значит Берем Одну часть Аммония Персульфата И Три части воды Либо Одна часть Аммония Персульфата Две части воды Вообще Аммония Персульфат Не совсем Удобен Тем Что нужно Поддерживать Температуру Раствора 40 градусов А при другой Температуре При меньшей Температуре Он уже Ничего не протравливает Получается Что для поддержания Необходимой Температуры Нам нужно Дорогостоящее Оборудование Я нашел Выход Из этой ситуации Я просто Наливаю Кипяток Из чайника Там Гораздо Больше 40 градусов Аккуратно Ставим На поверхность Нашего Раствора По истечении Определенного Времени Медь Стравится И останутся Защищенные Тонером Дорожки Аккуратно Прикрою Бумагой Чтоб Не остывало Раньше Времени Через 5 минут Подойдем Проверим Пошло 5 минут Даже чуть Больше Проверяем Раствор Стал Синего Цвета Еще Нужно Травиться Приклеил Плохо Плата Утонула Ладно Что ж Перевернул Вообще Она должна Рисунком Вниз Плавать На поверхности Так Она может Травиться Очень долго Но Раствора У нас Сейчас В данном Случае Достаточно Оплату Травить Всего Лишь Одну Раз уж Так Получилось Со скотчем Ну что ж Посижу Пару минут Вот так Вот Волну Погоняю Все Отлично Получилось А здесь Как вы Помните Мы Наносили Цапан Лак Он Полупрозрачный Поэтому Мы Сразу Видим Медь Дальше Сливаем Наш Раствор Если у вас Хлорное Железо В раковину Сливать Не рекомендую Все металлические Части Потемнеют А тут Можно так Сделать Воды Набрать Все туда Сразу Слить Теперь Открываем Моем Нашу Посуду Промываем Плату Теперь Нужно Убрать Слой Тонера Возьмем Наждачку Смотрите Что-то Есть Удалили Слой Тонера Вымыли Плату Обезжирили Теперь Необходимо Облудить Смачиваем Жидким Флюсом ЛТИ-120 Участками Можно Это делать Не сразу Всю плату Он же Подсыхает Лудить И паять Первую Плату Плату Генератора Я буду Обычным Паяльником Чтобы быть В равных Условиях С новичками Поехали Слой Желательно Чтобы был Тонкий Так вот Берем Размазываем По дорожке Чем тоньше Слой Тем лучше И Чтобы Оставались Отверстия Вот эти Вот точки Подсверления Если Случайно Заклеили Ничего Смочили Флюсом Приложили Паяльник Излишки Олова Сначала С него Сняли Сжало Растерли Где-нибудь По другим Дорожкам Еще раз Прикасаемся И все Здесь уже Метка Подсверления Есть Например Подсверления В Сверлим отверстия в платье. Не забываем пользоваться защитными очками. Сверлим отверстия. Сверло затупилось. Как заточить? Откусываем кончик. Самый кончик вот так под углом. Сверлим дальше. Очистили, высушили. Все четко. Теперь у нас на руках первая печатная плата для нашего модульного синтезатора.